Привет инженеры, в этом видео мы научимся собирать проекты с подвижными частями в выживании. В качестве подопытного возьмем танк Ахиллес. Этот проект представлен в мастерской уже в собранном виде и для того чтобы собрать его в выживании необходимо осуществить ряд подготовительных действий. Итак, подготовку можно сделать в креативе с отключенными повреждениями. Просто вставляете стимовскую версию танка, далее отключаете программный блок, ротор и шарнир, открепляете орудие, башню и начинаете это все собирать единое целое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для удобства я добавляю на орудие пару выступающих частей, чтобы было удобнее прикрепиться магнитными пластинами. Нечто подобное вам нужно будет собрать и сохранить как отдельный чертеж. Также вам нужен будет крабль с мощной подъемной тягой, чтобы собрать проект на варочной стенке. В дополнительный проектор, который вы установите, вы можете загрузить свой чертеж. После этого мы можем приступать к сборке чертежа. Варочную стенку я использовал размером 3х3, но вы можете просто даже установить 3 сварщика в ряд. И этого хватит. Важно, чтобы при сварке корпуса колеса не вставлялись сразу сами. Если они вставятся, то ничего страшного, вы просто можете вылезти из корабля и удалить их. Теперь смотрим, не хватает одного блока. Все, все блоки на месте. Включим наше повреждение. И отрезаем наш буровичок. Проектор можно выключить. Лапку пока что оставляем. Также убираем часть ротора и головку шарнира в башне. Далее стыкуемся с башней и отделяем ее от корпуса. Теперь открепляемся и снова прикрепляемся. Если этого не сделать, то корабль будет постоянно падать, как будто у него выключены гасители инерции. Я не знаю, откуда возникает этот эффект, но переключить парковку нужно будет один раз. Далее совмещаем башню с корпусом. После этого прикрепляем головку ротора к основанию. Крепимся к части с орудием. И отрезаем его от башни. Далее нам необходимо вставить его в башню. Делаем это очень аккуратно, так как очень легко повредить блоки. Так, вот кажется мы уперлись. Да, можно попробовать соединить шарнир. Открепляем корабль. И убираем его в сторону. После этого просто срезаем лишние блоки. Добавляем колеса. Передние и задние колеса необходимо будет поднять на высоту в 1 см. Дальше убираем лавку, она нам больше не нужна. Ну и остальные блоки тоже. Теперь необходимо включить программный блок. После этого настраиваем кнопочную панель. Две камеры орудия, турель управлять и включить-выключить. Следующая страница у нас блокировка вертикального наведения. Все, в целом проект готов. Вам осталось только покрасить колеса, потому что при вставке они имеют серый цвет по умолчанию. И переименовать все сгенерированные названия подвижных частей. Все, вот таким образом можно будет собрать проект с несколькими подвижными частями выживания. Субтитры сделал DimaTorzok